МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аминус, аминус, все пошло. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Это благая весть от Луки, 11 глава, 1 стих. И если мы посмотрим на это место Писания, мы увидим, что ученики обратились к Машииху. Они говорят, научи нас молиться. Научи нас, потому что это важно. Они понимали и осознавали важность молитвы. Я не думаю, что они не умели молиться. Но, видя, как молится Ишуа, они захотели молиться, как и он. Итак, наша тема — дисциплина молитвы. И мы поговорим сегодня о молитве, и что такое молитва, для чего она нужна, какие есть виды молитв. Но в начале, знаете, вся книга Библия начинается с книги Боришит, или «Бытие в начале». И в ней описывается, как сотворен был этот мир. И мы можем увидеть, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Книга Боришит, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Книга Боришит, 1 глава, 27 стих. И мы можем видеть, что человек — бисоциальное существо. Он обладает индивидуальностью, личностью, самосознанием, мышлением, речью, имеет определенные потребности, обладает мотивацией восполнять эти потребности, а также способностями к решению вопросов и совершенству. Бог создал человека уникальным. Как уникальный отпечаток пальца человека, так и уникальна каждая личность. Человек неповторим. И очень важно понимать, что мы, как индивидуальность, неповторимы, и мы отличаемся от других людей. Но нас объединяет одно — Бог, который нас сотворил. И мы живем в окружении себе подобных людей. И мы живем в обществе. И мы не созданы для одиночества. Вот если бы Бог хотел, чтобы мы были одни, Он бы сказал, «Адам, Ева, живите сами, не надо плодиться и размножаться, просто живите, вы эксклюзив». Но Бог сказал, «Плодитесь и размножайтесь». Книга Боришит, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, и водычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмыкающимися по земле». Итак, мы живем в обществе. И это социум. Это определенные отношения. И они регулируются определенными правилами и законами. Но средство общения или коммуникации — это наш язык. То есть то, что связывает многих людей. И если мы вспомним историю Вавионской башни, когда люди хотели построить себе имя, и помните, да, в Писании об этом говорится, «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они, то есть люди, нашли в земле Синеар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем, и ставили у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по всему лицу земли». Посмотрите, у них был один язык, общее наречие и общий грандиозный план. Имея средства коммуникации и общения, они могли договориться, они могли сделать, и они сделали, они построили эту башню. Но сошел Господь, увидел это, и что Он сделал? Он просто смешал языки, и что? Все развалилось. Итак, мы делаем промежуточные выводы. Человек сотворен Богом по его образу и подобию. И это важно помнить. Человек не создан для одиночества, он призван жить в социуме, в обществе себе подобных. Чтобы регулировать отношения внутри социума, необходимы средства коммуникации, и основное – это язык общения. И самое главное – человек нуждается в общении с Творцом. В общении – это диалог, не монолог. И это общение мы называем молитвой. Итак, молитва. На древнем еврейском это звучит как тфила. Это обращение к Богу, приближение к Нему, призывание имени Господа. И в современном еврейском тфила имеет технический термин, который означает «контакт». И если мы посмотрим, это слово используется в технике. Ну, например, чтобы вставить шнур компьютера в компьютер, нужно «ЛАТПИЛЬ» – присоединить одно в другое. Это тфила. То есть одно становится частью другого во время соединения. Итак, если мы посмотрим, например, Решуа говорит «пребывайте во мне», или он говорит «пребывайте на лозе», или «пребывайте в молитве». Этот фила – контакт, пребывание в чем-то, общение, непрекращающийся контакт. В молитвах человек свидетельствует о величии Бога и открывает ему желание своего сердца. Таким образом, молитва – это соединение человека с Богом. И, кроме того, молитва – это своеобразная работа. И если мы будем определять с позиции работы, с позиции физики, мы понимаем, что это усилие. И мы видим, что молитва – это усилие, когда мы начинаем просто двигаться вперед, преодолевать сопротивление. Это и общение, контакт, и труд, и работа. И, как говорил Раби Нахман из Брецлова, который сегодня очень почитаем в хасидском мире, он говорил так «Жизнь делает воином из всех нас. Чтобы превратиться в победителей, нам надо вооружиться самым мощным оружием. И это оружие – молитва». И Раби Бенджамин Блэх в своей книге «Иудаизм» пишет, «Иудаизм объясняет, что предназначение молитвы не в том, чтобы менять волю Бога. То есть мы не меняем волю Бога молитвой. Как говорил Ешула, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Ее предназначение – изменить нас. Молитва призвана не спасать нас, но делать нас достойными спасения. Молитва – это способ взглянуть на нашу жизнь сознанием того, что Бог существует. Это проповедь, которую мы читаем и сами же слушаем. Это отличается от формулы языческой молитвы. Ты мне, а я тебе. Если мы будем изучать вообще молитвы древних греков, римлян, мы увидим, что существовала формула. Человек обращался к божеству, к Идову и говорил, «Я тебе жертвовал столько-то, столько-то. Я делал тебе столько-то, столько-то. А теперь ты помоги мне в моей ситуации. И если ты мне поможешь, я дам тебе еще больше, чем я тебе давал до этого». Но если мы посмотрим на Писание Нового Завета, Брит Хадаша, на Тору, на Танах, мы увидим, что вообще все радикально отличается. Благая весть от Матфея, 6 глава, 7 стих. «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии будут услышаны». И если мы подсмотрим дальше, мы увидим, что молитва — это только начало. Потому что труд без молитвы — это рабство. А молитва без труда — это попрошайничество. Так говорил Джеймс Хадсон Тейлор, человек, который принес Богу и весь Ешио в Китай. И он знал, что он говорил. Потому что когда мы работаем сами по себе, когда мы тящим, мы не можем получить вот эту помощь с неба. Но когда мы просто сидим и говорим, «Боже, дай, 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 дай мне дай», вот превращается в такой нигун. «Дай, дай, 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 дай», а ничего не получаем. То есть молитва и действие взаимосвязаны. И очень часто молитва рождает действие, а действие рождает молитву. Они взаимосвязаны. И любая важная молитва отнимает у человека силы. И истинное ходатайство — это жертва, требующая крови и пота. Джон Джоветт. И это очень важно понимать, что молитва — это не определенный ритуал какого-то магического обряда, когда мы принуждаем Бога делать то, что нам нужно. Молитва — это тогда, когда мы слышим Его и делаем, что хочет Он. Итак, рассмотрим первый пункт. Молитва как средство коммуникации или общения с Богом. Что же такое коммуникация? Коммуникация — это конструктивный процесс взаимодействия между людьми или группами с целью передачи информации либо обмена сведений. Вот смотрите, очень важный момент, что это конструктивный процесс взаимодействия. Это не просто, знаете, как в первом послании Коринфе написано, что когда вы были язычниками, вас влекло безгласным идолом. Вы приходили к идолам, вы говорили им и уходили, ничего не получив. Потому что Господь Бог говорит в книге Еремии 33, «Три, три, воззови ко мне, и я отвечу тебе». Вы слышите? Воззови, средство коммуникации. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. И тогда покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Или давайте разберем события Шавуот, Пятидесятницы, времен Исхода. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Маше говорил, и Бог отвечал ему голосом. Мы видим, что молитва – это средство общения, средство коммуникации, средство передачи информации, средство снаряжения. И это важно. Потому что мы можем увидеть историю Рэбе Шауля, апостола Павла, когда он, намереваясь гнать общину верующих, шел в Дамаск, чтобы совершать преступление, и явился ему Господь и говорил ему. И он говорил ему, он говорит, «Шауль, что ты гонишь меня?» Это деяние апостола в 9 глава, с 3 стиха. Он упал на землю и говорит, «Кто ты, Господи? Кто ты?» И он говорит, «Я Ешуа, которого ты гонишь». И его жизнь радикально изменилась. Средство коммуникации, средство общения. И это очень важно. Это не монолог, когда я стою и говорю небесам, «Слушайте меня!» Это когда я говорю, и он отвечает мне. Итак, молитва, второй пункт. Молитва как проявление веры. Смотрите, молитва — это физическое проявление нашей веры. Мы обращаемся к Богу, который не видим, полной веры, что Он нас слышит, и главное, что Он отвечает нам. И только верующий человек может делать так. То есть, если посмотреть со стороны, скажем, неверующих людей, это безумие. Ты обращаешься к небесам, ты говоришь, «Боже, услышь меня, ответь мне, Господь, нуждаюсь в Тебе». Они говорят, «Чего ты делаешь?» А Бог отвечает. Почему? Потому что я верю. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздают. Говорит послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Угодить без веры Богу невозможно. Приходящий к Нему должен веровать, что Он есть. Если мы вспомним обозначение веры, что вера есть осуществление ожидаемого уверенности в невидимом, то это тоже можно приписать к молитве. Почему? Потому что мы верим в того, кого не видим, и мы осуществляем, что ожидаем. Он открывает нам свою волю, и мы делаем это. Мы не ждем, когда неожиданно грянет гром, земля потрясется, рухнут стены, потому что мы сидим и ждем. Нет, мы делаем. Мы несем Богу и весь, мы молимся, мы благословляем, мы возлагаем руки на больных, и Бог исцеляет этих людей. И тогда мы видим осуществление ожидаемого. Давид говорил, я веровал, и потому говорил. Я веровал, и потому говорил. Я веровал, что Бог слышит меня, и поэтому я говорил. Это Псалом 115, первый стих. Потому что Бог есть Дух, и поклоняющимся Ему должны поклоняться в Духе истине. Благая весть от Йоханана, 4 глава, 24 стих. Молитва – проявление веры. Итак, мы говорим, что молитва – это как средство коммуникации, и мы говорим молитва как проявление нашей веры. И тот же раби Нахман, о котором мы уже сегодня говорили, он говорил, даже когда у тебя нет слов для молитвы, не отчаивайся. Возвращайся днем за днем к твоему уединенному месту, говори и жди. Даже простое желание поговорить с Богом само по себе является очень большой вещью. И я вам хочу сказать, и на самом деле это правда. Если мы сегодня посмотрим, то, к сожалению, то к большому сожалению, молитвенные служения не являются тем местом, куда рвутся многие верующие. Люди ищут славы, люди ищут почета, но невидимая работа, которая изменяет видимый мир, не очень прельщает. Итак, мы подходим к третьему пункту – молитва как дисциплина. И хоть это место из книги «Прич» не говорят напрямую о молитве, в них можно увидеть принцип, который применим к молитве. «Да владепеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Это притча, 16 глава, 32 стих. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Притча 25-28. И вы можете мне задать вопрос, при чем здесь молитва? Но мы прекрасно понимаем, что характер, человек, который владеет своим духом, он владеет, имеет характер. И это результат определенной работы над собой. Нет человека, который родился с идеальным характером. Знаете, он родился, и он уже реагирует на всякие внешние раздражители спокойно. Что-то происходит, и все нормально, он не боится, но мы понимаем, чтобы достичь этих результатов, он должен прилагать усилия, дисциплинируя себя. Итак, что же такое дисциплина? Это правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам или требованиям правил распорядка. Строгое и точное выполнение правил, принятых человеком к выполнению. Если мы посмотрим на заповеди Божьи, очень часто Бог говорит нам делать то, чего мы не хотим. Например, мы должны прощать врагов наших, мы должны прощать должникам нашим. Нам не хочется это делать, потому что на самом деле не очень-то ей приятно, но Бог говорит, прости. Бог говорит, отдай вот то, что у тебя просят. И вот тут именно человек должен сломать вот этот человеческий хребет гордыни и идти дальше. Итак, во втором послании апостола Петра мы читаем, «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которому даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления и похотью. То вы, прилагая к всему все старания, вот очень важный момент, прилагая к всему все старания, то есть прилагая усилия, борясь с собой, борясь со своими внутренними «не хочу, не буду, не делать, не буду делать», покажите в вере вашей добродетели, добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, воздержание и терпение, в терпение и благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбие и любовь». Это 2 Петра, 1 глава, 3-7 стих. Итак, у нас есть дар, и это дар молитвы, общения с Творцом. И всегда ли нам хочется молиться? Ну, конечно, всегда. Ну, это будет правильный ответ, но честный ответ будет не всегда. Когда нам хорошо, чаще всего мы забываем об этом. В суете мы забываем поблагодарить Господа. Когда нам прекрасно, радостно, мы забываем склониться на колени и попросить за тех, кому хуже. Сегодня плохо, и, может, действительно очень плохо. Но когда у нас начистотают проблемы, знаете, тревоги, есть такая украинская приказка. Как тревога, так до Бога. Мы врываемся в святое из святых и начинаем кричать Богу. К сожалению, я понимаю, что сегодня нам предстоит много изменить в своей жизни. Нам предстоит поломать вот этот хребет, хребет этой привычки, хребет этой гордыни, которая дает нам приблизиться к Господу. Итак, как можно выработать постоянство в молитве? Как можно выработать постоянство в молитве? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, имеющий четкий ответ. Мы должны бы изучать Писание и смотреть, как это делали другие люди. Если мы посмотрим на тех людей, тех евреев, кого мы сегодня называем героями веры, мы увидим, что их жизнь, она показывает нам этот пример. И давайте посмотрим на Даниила, который, будучи советником царя, в плену со своим народом, Израилем, все-таки продолжал, несмотря ни на что, вести свою молитвенную жизнь. Итак, Даниил, 6 глава, 10-11 стих. Даниил, зная, что этот указ, вы помните, его враги издали указ, уговорили царя, чтобы царь издал указ, чтобы никто не обращался никому ни за какой просьбой, как только к царю, продолжал уходить со службы в свою горницу, открытые окна, которые были обращены в сторону Иерусалима. Там он по-прежнему три раза в день преклонял колени, молился и благодарил своего Бога. Враги Даниила, сговорившись, внезапно явились к нему и застали его молящимся своему Богу и просящему его о помощи. Заметьте, очень важный момент. Три раза в день Даниил уходил со службы и молился Богу, ходатайствуя за свой народ и прося у Бога помощи. Это несмотря на то, что то, что он делал, послужило просто возможностью другим людям уловить его и поставить его жизнь на грань смерти. И я хочу вам сказать, что в библейском иудаизме не было обязательных регулярных молитв. Ну, там, три раза в день, два раза в обед. То есть это изобретение позднее уже пришло в иудаизм, когда был разрушен второй храм. Но раньше каждый человек мог в любом месте поднять свои руки в храме и поблагодарить Бога, воздать ему молитву. Не было текста в молитвы. Каждый человек мог просто выложить сердце свое перед Господом. И опять же, еще раз, только в эпоху после разрушения второго храма, когда были прекращены жертвоприношения, мудрецы Талмуда, равнистического иудаизма, они приняли это решение трехразовой молитвой, которая, по их мнению, могла заменить храмовые жертвоприношения. Но что же говорит нам Рэбэ Шауль? «В скорби будьте терпеливы в молитве постоянной». Это опасание к римской общине, 12 глава, 12 стих. «В скорби будьте терпеливы в молитве постоянной». И очень важный момент, что мы должны выработать эту дисциплину, дисциплину молиться. Бог нас не заставит, молитва не нужна Богу. Нам нужна эта молитва, нам нужно это общение. Нам нужно приходить к престолу благодати, нам нужно благодарить Его, нам нужно слышать Его, нам нужно входить в святое святых, воздавая Ему всю честь, всю славу, всю хвалу. Это нам нужно. Понимаете? Мы не можем... Знаете, вот бывают такие моменты, вот мы говорили немножко о язычестве, я тебе, ты мне. И порою есть такие молитвы. «Господь, Ты сказал в Своем слове, Ты не можешь изменить, а теперь дай мне, что я хочу». Это не работает. Близкие отношения с Отцом, близкие отношения с Творцом. Ты приходишь перед престолу благодати, ты смиряешься перед Ним, ты преклоняешь свои колени. Кстати, в языческом мире молиться на коленях было не принято. Ты опускаешься на колени перед Отцом, перед своим Создателем, и ты ждешь Его волю. И если Он не отвечает на твою молитву, это не означает, что Он тебя не слышит. Возможно, Он приготовил тебе что-то большее, чем ты хотел бы, чем ты помышлял. Итак, мы говорили о том, что молитвы — это у нас как средство коммуникации. Молитвы — это как проявление нашей веры. И молитвы — это как то, что дисциплинирует нас. То, с чем мы работаем, чтобы изменить свой характер. Давайте мы... Давайте мы посмотрим... Давайте мы посмотрим на виды молитв в Писании. Но перед этим я зачитаю слова еще одного раби Адина Штензальца. Молитва же является прямым обращением к Богу. В какой бы форме она ни выражалась, по сути, она всегда остается отчетливым обращением человеческого «я» к Божественному «ты». Как и всякая другая речь, это обращение может быть просьбой, мольбой, выражением благодарности, жалобой и даже беседой. Беседа между человеческим «я» и Божественным «ты» исходит из простой, но чрезвычайно важной предпосылки, что такое обращение возможно, ибо действительно слышит Господь, внимая глазу молитвы моей. Псалмы 66, 19. Итак, заметьте, как хорошо сказано. Молитва является прямым обращением к Богу. Прямым обращением к Богу. Молитвы могут быть личными и коллективными. Они могут быть спонтанными. И сегодня они могут быть записаны. Например, Ешоа, когда молился, он часто использовал псалмы Давида. Многие верующие, как евреи, так и христиане, используют определенные книги, в которых записаны молитвы. Молитва слов, сидур или другие книги. И молитвы могут происходить в уединенных местах, да, и в собрании, на коленях, стоя, на земле или сидя. То есть мы можем воспевать. То есть существует множество форм и видов этого таинства, которое называется молитва. Но я хочу вам сразу сказать, что не существует идеальной формы молитвы. А также формула, которая заставит Бога ответить на призыв молящегося, не существует просто физически. То есть нельзя сказать Богу, я сказал вот так, и теперь ты должен или ты обязан. Молитва – это не заклинание. Мы не можем заклясть Бога. Это не составная форма магизма, какого-то ритуала, которые делают то, чего нам хочется. Еще раз, молитва – это то, что приближает нас к Господу. Это то, что дает нам возможности общения с Творцом, слышать Его волю и принимать Его волю в свою жизнь, чтобы изменять все, что находится вокруг. И давайте мы посмотрим на Писание и разделим молитвы, и вообще все молитвы, которые мы встречаем в Писании, на две условные группы. То есть я знаю, что существует множество разных градаций, но вот я сделал так. Первое – хвала и поклонение. Второе – прошение и ходатайство. Итак, давайте мы посмотрим. Хвала и поклонение. Молитва благодарения. Это проявление, выражение нашей любви к Богу. Мы признаем Его главенство и благодарим за все, что Он сделал для нас. Благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Благослови, душа моя Господа. И не забывай. Мы забываем. Мы склонны забывать. Мы склонны помнить только хорошее или, знаете, забывать плохое. Хорошее, вот помним, хорошее, плохое забываем, но не забывай всех благодеяний Его. И поэтому, душа моя, благослови Господа. За все благодарите, ибо такова у вас Божия в Ешоа Мессии, пишет Ребешауль. 1 Фессаланкицам 5, 18. Заметьте, что эта нить протягивается из Танаха в Брит Хадаша. Потому что Танах является фундаментом. Тем фундаментом, на котором сегодня построено вот это развитие, продолжение, этот рост, то величие, которое Бог приготовил для нас. Бог приготовил, Он приготовил нам эту общность, общину Нового Завета. Смотрите, за все благодарите. Мы привыкли благодарить только за хорошее. Но когда нам плохо, благодарим ли мы? Когда нам трудно и тяжело. Я не слышал такой молитвы. Боже, спасибо Тебе, что мне так плохо. Но Писание говорит, за все благодарите. Итак, заметьте, очень важен принцип памяти. Бог говорит нам, помни, храни и помни, и передай дальше. И мы должны научиться быть благодарными Ему. Есть молитва прославления. Это наше провозглашение Бога в этом мире, в жизни каждого из нас. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Псалом 135, 1-2. И в Танахе было шесть основных слов, которые использовались для хвалы. Но мы не будем сегодня разбирать все эти основные слова, потому что каждый из них имел за собой определенное выражение. Например, давайте посмотрим Замар. Славить Бога на музыкальных инструментах, прославляя Господа, касаться пальцами струн. И мы видим в псалмах. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения. При звуке труб и шафара торжествуйте перед Царем Господом. И сегодня мы видим, что в определенных христианских динаминациях и в еврейских определенных течениях нет музыкальных инструментов во время богослужений. И это связано с определенным культурологическо-историческим фактором. Например, в Эфиопской православной церкви используются музыкальные инструменты. А вот в Русской православной церкви не используются. Давайте посмотрим на времена томудического иудаизма. Музыкальные инструменты не используются, потому что храм разрушен, и все в печали, и мы должны нести траур. Но мы посмотрим на хасидов сегодня, как они зажигают на улицах, и танцуют, и поют, и радуются, и берут гитары и разные другие инструменты. И мы видим, что это меняется. И поэтому Господь призывает нас славить Его, используя музыкальные инструменты, голос. И поэтому я считаю, что это хорошо. Мы можем славить Бога по-разному, потому что наш Бог, Он просто многогранен. И мы можем каждый раз наслаждаться нашим Господом. Так, давайте мы перейдем к поклонению. Итак, что же такое поклонение? То есть мы уже определились, да, что же такое поклонение? Это осознание Личности Бога и близкое общение с Ним. Это отношение сердца, которое открывается, простирается и обнажено перед Богом. Хвалить — это один внешний, такое яркое проявление, радость, буйство. А поклонение — это внутреннее осознание. И я вам хочу сказать, что внешнее оно выходит из внутреннего. Если мы умеем поклоняться, мы умеем радоваться, мы умеем хвалить, потому что мы знаем Бога, Которого мы хвалим, потому что мы поклоняемся перед Ним. И если мы посмотрим в Писании, мы не встретим там вот именно такого слова поклонения, как хвала, например, тахила. Мы увидим, что родственное слово буквально... Мы можем встретить, например, во втором Псалме, 12 стих. И у нас написано «почтите сына», но в оригинале написано «поцелуйте сына». И я хочу задать вам вопрос, что может быть более глубокое и интимное, чем поцелуй, «когда возлюбленный целует свою невесту». Это таинство, это глубина. Это тогда, когда ты находишься близко-близко. Ты слышишь дыхание, ощущаешь тепло. И мы встречаем это в «Песне песней», да, когда он говорит «возлюбленный мой лучше десяти тысяч других». И в Псалмах, где Давид пишет «Господь — свет мой и спасение мое». «Господь — крепость жизни моей». Послушайте, Давид восклицает «Господи, кто я такой, что ты возвеличил меня?» То есть он уже осознает вот это величие Господа. Он поклоняется перед ним. Он просто раскрывает свое сердце. Итак, но я хочу вам сказать, что поклонение — это не всегда связано с музыкой. Потому что в нашем понимании сегодня это поклонение — это вышли люди на сцену, взяли гитары и спели такую медленную песню. И в этом тоже есть доля истины. Но поклонение, оно исходит из нашего принятия Бога, почитание Бога, чтение Писания, размышления над Писанием, молитва. Кто мы в нем? Кто Бог для нас? Смотрите, поклонение Церкви в общине Божией не может быть истинным, если вне ее пределов человек живет только для себя. Невозможно поклоняться Богу, не исполнив первую и самую главную заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим». Если мы живем сами для себя, мы не можем, мы просто не можем это сделать. Но когда мы начинаем любить Бога, когда мы начинаем понимать, принимать Его, мы поклоняемся перед Ним, мы видим то, чего не видели раньше. И я хочу вам хоть сказать, это предупреждение для вас. Истинные поклонники не могут жить жизнью среднестатического христианина, на которого, так можно сказать, теплый христианин. Почему? Потому что, когда человек начинает видеть глазами Бога, он начинает действовать. Он становится теми руками, которые Бог использует, чтобы изменять этот мир. Итак, хвала и поклонение. И мы перейдем к прошению и ходатайству. Прошение, греческое «даизис» соответствует древнееврейскому «таханум». Корень этого слова «ханан» – помиловал. А существительное «таханум» – это упрашивание, умилостивление. А глагол от этого слова «литханен» – смирясь, просить, упрашивать, чтобы не потребовать ни за заслуги, ни за страх, а чтобы пожалел тебя и дал ответ по милости. Иными словами, прошение – это смиренная просьба и борьба к тому, чьей власть ее разрешит. Обращаясь к Богу, вы просите Его о конкретной милости и даянии, искренне умоляя о благодати, милости и благосклонности. «Хлеб наш насущный подавай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если мы увидим, в основном прошение носит личностный характер. Например, просьба царя Езекии к Богу о сохранении жизни. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исайя, сын Амоса, пророк, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отвратился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицем твоим верно и преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыки народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою и увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень». Четвертая книга Царства, двадцатая глава, первый, пятый стих. Или мы увидим просьбу с Филиппова в Артемея, да, когда он просил исцелить его, когда он кричал, «Ешуа, сын Давида, помилуй меня!» Ему говорили, успокойся, не лезь, учитель устал, а он кричал, «Ешуа, сын Давида, помилуй меня!» И Ешуа спросил, «Чего ты хочешь?» И он говорит, «Прозреть!» И он сказал, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Ешуа по дороге. Это благая весть от Марка, десятая глава, сорок шестой, пятьдесят второй стих. Иногда приходится слышать мнение, что Богу неинтересны наши личные просьбы. Зачем просить, если Бог уже знает нашу нужду? Задолго до того, как мы назовем ее. Но это не соответствует истине. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Так говорит Ешуа. Это благая весть Матфея, седьмая глава, седьмой, восьмой стих. Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему, просили, искали, стучали. И есть обетование, которое Он нам дал. Первая Йоханана, пятая глава, четырнадцатый, пятнадцатый стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем, и то, что получаем, просим мы от Него. И, конечно, Еремея 29, 12. «И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Для Бога наслаждение отвечать на наши молитвы. Это нужно для Его славы. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Йоханана, четырнадцатая глава, тринадцатый стих. Прошение – важная четкость и понимание нужды. Бывает так, что мы просим и не получаем. Почему? Потому что просим и получаем не на добро, а чтобы употребить для наших вожделений. Якова 4, 3. Итак, мы делаем вывод, что Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему. Для Него важны и наши нужды. Мы сотворены по образу и подобию Его. Поэтому я и начинал этот урок, этот семинар, это учение с того, что Бог хочет, чтобы мы, дети Его, обращались к Отцу. Ибо если Сын попросит у Отца хлеба, то Отец не даст ему камень. Если Он попросит у него яйцо, не даст ему змею или скорпиона. Вы понимаете? Просите, и дано будет. И теперь мы подходим к ходатайству. И самый образный пример ходатайственной молитвы мы находим в книге пророки Исаии. «На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славы на земле». Итак, ходатайство. Греческое «энтоуксис» однокоренное слово с глаголом «вступать в беседу, в общение, просить». В Писании это понятие встречается всегда, когда просить за кого-то, хлопотать, заступиться, ходатайствовать. То есть прошение — это молиться лично, ходатайство. Мы делаем вывод — молиться за других людей. Его можно описать как ответ на призыв Духа Святого, руаха кодыш, вступиться за тех, кто находится в сильной нужде. Это может быть просто крик Господу, помочь тем, кого вы любите, и даже тех, кого на первый взгляд, кто на первый взгляд не заслуживает вашей любви. 1 Фессалонкидсам 5.25 Рэбе Шауль, апостол Павел говорит, «Братья, молитесь о нас». Молитесь о нас. И давайте мы посмотрим несколько ярких примеров ходатайства. Я прошу вас, изучите эти места для себя. Авраам просит ходатайствовать за Содом и Гоморру. Бытие, 17 глава, 18-й, 33-й стих. Моше просит за народ Израиля. Это исход, 32-я глава, 7-й, 14-й стих. Мардыхай просит за Израиль. Эстер, 4-я глава, 1-й стих. Ешуа просит за своих учеников. Это благая весть Юханана, 17-я глава. Мы всегда просим в молитве, чтобы наши сердца были любящими, как у Творца. Или мы просим Слово для себя. И знаете, Бог часто отвечает на наши молитвы. Но чаще всего Его ответ не соответствует нашим ожиданиям. Я еще раз повторюсь, когда мы начинаем просить Его, чтобы наши сердца были любящими, и мы воспринимали этот мир, как воспринимает Он в прошении. Он открывает нам проблемы ближнего. И ты уже не знаешь, что делать. Потому что ты видишь то, чего ты не видел раньше. И тебе нужно или осудить этого человека, или начать молиться за этого человека, благословлять и просить милости для него. Или ты начинаешь видеть голодных, раздетых людей, а ты сам одет. И ты понимаешь, что тебе нужно поделиться с этими людьми. И приходится просто что-то делать, снимать с себя одежду и давать этому раздетому человеку. Итак, еврейское слово послание можно перевести как бремя. То есть Бог дает тебе слово бремя. И Он говорит, что возьми мое бремя, ибо оно легко. Например, еще раз. мы берем, получаем, мы просим Бога милости, мы просим Бога, Бог подыми нас, Бог открывает наши глаза, и чтобы нам стать выше, нам надо опуститься вниз. И чтобы мы смогли достичь того, чего хочет Бог, нам надо опуститься на наши колени. Мы должны встать в молитву, ходатайство за других людей, чтобы Бог сказал нам, что делать дальше. Смотрите, послание Ребе Шауля к римской общине. Испытывающий сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Сам Ешуа ходатайствует за нас. И то, что мы делаем вместе в этой молитве ходатайства, мы делаем вместе с Ешуа, мы просим по воле Божьей за других людей. Итак, это проявление нашего смирения и послушания перед Богом. Святой Дух будет обращаться к нам через слово, послания или мысли, обстоятельства, определенные события, и это будет проводить в трепет, возбуждать действию наш Дух. И мы должны быть готовы принять это молитвенное бремя от Господа. Это и есть святое доверие, когда Он открывает нам свои тайны. Он открывает нам тайны не для того, чтобы мы ткнули пальцами и сказали, ты грешник. Он открывает нам тайны, чтобы мы встали на колени и начали просить Бога милости для этого человека, чтобы Дух Святой смог изменить этого человека, чтобы Израиль познал Маши Хаишуа, чтобы Израиль вошел в ту полноту, которую Бог приготовил для него. И смотрите, тайна Господня боящимся его, и завет свой Он открывает им, говорит Псалом 24,14. 24,14. Тайна Господня боящимся его. Мы так хотим знать тайны Божьи, мы так хотим знать, что же хочет Бог, но все очень просто. Он хочет, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Он говорит, братья, молитва моя за Израиль во спасение. Он говорит, не оставил Бог народа своего, которого прежде знал. И Он говорит, что Он сделал из двух одно. Для чего? Чтобы в самом себе сделать новое человечество. И Он говорит, что в молитве Хадатайства мы сливаемся вместе с Ним. И смотрите, Его тайны для того открываются нам, что мы брали Его, брали нужды других людей и стояли в заступничестве. Что такое Хадатайство? Это стена. Это стена, в которой есть брешь. И мы стоим в этой стене. И мы провозглашаем Божье Слово, которое острее меча Бога до острова. Мы провозглашаем Божье Слово, которое не возвращается тщетным, не исполнив то, для чего Его послал Творец. Мы благословляем. И эти благословения разрушают проклятие, которое Сатана, дьявол, человек-ненавистник, он делает в этом мире. Итак, у нас осталось совсем немного времени, и я хотел бы дать некоторые практические советы к Хадатайству, потому что нам надо важно помнить, что Писание дает нам направление в молитве. Писание дает нам направление в молитве, а Святой Дух показывает на нужды. Например, «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя». Это направление в молитве, но Бог показывает нам. Есть мессианские общины, которые нуждаются в нашей молитвенном покрытии, есть рабины и пастора, которые нуждаются в молитве, есть семьи мессианских верующих, которые тоже нуждаются, есть дети мессианских верующих, есть неверующие евреи, которые нуждаются в Машеихе, есть нужда этой пелены, которая была... И это дает Дух Святой, но направление дает Господь. Просите мира Иерусалиму. И очень важно помнить нам об этом, что Бог... Если мы, например, приходим на молитву ходатайства, то очень важно молиться именно в том направлении, в котором дает Бог. Об этом мы сейчас еще поговорим. В молитве важно и необходимо постоянство. Если нам Бог дает нести определенное бремя, то мы должны помнить, что ходатайство начинается у Бога и заканчивается у Бога. Если Он нам сказал что-то важное, показал важное, мы должны молиться об этом с постоянством. И опять же, это Исайя. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут ни умолкать, ни днем, ни ночью. О, вы напоминающие о Господе! Не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Недостаточно просто, знаете, начать молиться. И как говорил Джордж Мюллер, это верующий, нееврей, который в свое время сделал действительно прорыв в служении для сирот в викторианской Англии. Он открыл множество, он открыл несколько таких сиротских приютов, которые жили по вере. И там было более трех тысяч детей. Он говорил так. Недостаточно просто начать молиться. Недостаточно и проводить какое-то определенное время в молитве. Нам надо терпеливо, с верою продолжать молиться, вплоть до получения ответа. Слышите? Нам нужно терпеливо, с верою продолжать молиться, пока мы не увидим результат. Итак, третий такой совет для ходатайственной молитвы. Правило Тарана я его назвал. В ходатайстве очень важно сосредоточиться на одной или несколько сопутствующих целей. Знаете, мы иногда приходим на ходатайственную молитву за Израиль и начинаем молиться за все, что угодно, но не за Израиль. Можно молиться за церковь свою, за общину свою и говорить, Боже, подними в нашей общине верующих, которые станут в правом, и это уже будет ходатайство за Израиль. Но если мы начинаем молиться сразу, «О, Боже, благослови меня, потому что у меня сегодня нет работы, потому что я не знаю, что мне делать», но мы пришли молиться за Израиль, то это, к сожалению, мы будем бить открытые ладони. Знаете, как писал Ребе Шауль, бить по воздуху. Но когда мы сжимаем ладонь, как таран бьет в одно место, мы пролабываем стены и мы входим туда, где есть Божий простор. И так, последнее правило сопереживания. Надо помнить, что ходатайство — это духовная борьба. Если мы молимся за других людей, Святой Дух будет нам определенные эмоциональные переживания. Понимаете? То есть, если мы молимся за других людей, Бог будет давать нам печаль за этих людей, Бог будет давать нам сострадание к этим людям, Бог будет давать нам сострадание к народам. Мы будем не просто «Боже, благослови, аминь, Господи, прошу!» Но я буду переживать внутренне, потому что я знаю сердце Творца, потому что я знаю Бога, Который отвечает. Понимаете? И вот важность молитвы — это как таинство. Это таинство, которое действительно дал нам Бог. Есть разные виды таинств. Там елей помазания, крещения, но есть таинство молитвы. И это таинство так простое, такое простое, что оно становится очень сложным. Еще раз повторю и обобщу то, что я говорил в течение этого семинара, этого урока. Молитва — это на дар от Господа. Бог дал нам эту милость, этот дар общаться с собой. И не просто говорить, но получать в ответ. Мы можем говорить и слышать. Мы можем говорить и получать ответы, направления. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Воззови ко мне, и я покажу тебе того, чего ты не видел раньше. Я покажу тебе невозможное. Бог хочет, чтобы мы общались с Ним. И Бог хочет, чтобы это была молитва веры. Вы помните, когда, вот еще один пример, быстро, когда к Ишуа пришло четверо друзей, которые принесли больного. у них была вера, у больного не было ни сил, ни веры, ни здоровья. Но они пришли, зная, что если они придут к Ишуа, и они положат этого больного человека, этого друга, Бог исцелит его, и они сделали все возможное, они прокопали потолок, потому что вы помните, что в Израиле потолки, они были насыпаны землей, они прокопали потолок, они опустили этого больного, Ишуа, видя веру, их говорит больному, встань и ходи. И поэтому очень важно иметь веру. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. И ищущим Его Он воздает. И очень важно помнить о дисциплине. Очень важно помнить, что молитва, она вырабатывает наш характер, и это дисциплина, это постоянство. Это не просто слова, которые мы кидаем на ветер. Это не магические формы, это наши отношения с Богом, и это наш характер, который мы переламываем. Это хребет этой гордыни, которую мы ломаем. Потому что человек хочет, я мне, мое. А Бог говорит, наш, вам, мир вам даю. Бог говорит, хочу, чтобы вы опознали меня, как я опознал вас. Поэтому, пусть Господь благословит нас быть не слушателями, но делателями. Пусть каждая молитвенная жизнь тех, кто слушал, она изменится сегодня. Я прошу у Господа о милости каждому. Я прошу, чтобы те слова, которые мы посылаем в небеса, они не оставались пустыми и без ответа. Я прошу, Господи, чтобы ты благословил Израиль, ты благословил народ Божий по знанию тебя, Ишуа, чтобы ты благословил общину Божию из неевреев, и чтобы мы были едины в тебе, чтобы было единство. Я прошу тебя, Господь, поднимай своих молитвенников, поднимай ходатайев, поднимай личную молитву, поднимай, Боже, тех, кто будет стоять на стенах, поднимай, Боже, тех, кто будет идти к больным и молиться за них, поднимай тех, кто будет идти туда, где тяжело, и провозглашать Твое Царство. Боже, мы просим Тебя. Шма Исраэль, Адуна Елухийно, Адуна Ехат. Барук шем кивот малхут он леолам баэт. Иешуа, хуха Машиях, луадон ааколь. Амин. Амин, 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 все пошло.